Ребята, всем привет! Смотрите, что я вам сняла. Влог начинается с того, что мы со Славой уже просто не выдержали. И заказали... Заказали кофемашину и капсулы. 300 штук, потому что там с этим скидка, классная акция. Всего мы потратили на эту красотищу 25 косарей. С половиной. Сейчас я как раз докрашиваюсь, чтобы показаться вам. Боже мой! И мы попробуем наш первый кофе! Очень долго красилась, потому что пыталась нарисовать себе стрелки. Это было очень сложно. А, еще, да, кстати, мы в Москве. Кто вдруг не в курсе? Мы уехали с дачи. Как раз испортилась погода. И мы уехали в Москву, потому что у нас здесь есть рабочие моменты, которые мы не можем выполнить на даче. Плюс ко всему, мы решили в Москве уже буду заказать кофемашинку! И сейчас мы будем пробовать делать капутино! Я так счастлива, потому что вы знаете, я долго, мы, мы долго к этому шли, и я настаивала... Слава давно предлагала, давай уже возьмем кофемашинку, а я говорила, да нет, я хочу ходить в кофейню, это же так круто, как будто бы мы живем где-то в Европе. Выходим, гуляем. Карантин все решил за нас, и мы вот как-то сели, что-то подумали, заказали в один клик, потратили деньги, и нам привезли! Теперь мы будем пить кофе, классный, и когда поедем на дачу с собой, его знам. Посмотрите, сколько всего мы заказали. Я очень волнуюсь. Мы счастливы, Зарь? Скажи да. Нормни, если тебя здесь, где живут. Определенно! Мой милый. Так, все, готово. Ладно. Так я вот думаю, теперь, что третье. Батюшки. Чашка переполняется! Тащи резервную! Идеально! Ну, я только не совсем что-то понимаю. Как будто бы у нас что-то не то. Почему? Смотри, какая пьянка. Так, мне для идеального теста нужно попробовать добавить сахар. Сейчас будем пробовать и наслаждаться. Как вам мои стрелочки? Пока еще с ресницами нарощенными хоть и чуть-чуть, но... Итак, сейчас я планирую сидеть, пить свой капучино. Господи, я так рада! Единственное, что, конечно, стаканы хочется более модные, но нормально, главное, что вкусненько. В общем, вчера я сидела на сайте, где куча всего, где можно кучу всего заказать. И назаказывала себе, значит, накладные ресницы, клей. Кстати, я еще взяла миксер, потому что у меня нет миксера, и я хочу делать блинчики и все такое, а чтобы это делать, мне нужен миксер по-хорошему, потому что вручную будет не так идеально и сложнее. Вот, поэтому заказала миксер, не очень дорогой, там что-то около двух тысяч или две тысячи стоит. Ну, короче, самый... Ну, и ладно, не самый простой, там были дешевле, ну, такой простой, но там есть еще одна какая-то классная фигня, потом, когда придет, покажу. Кстати, должно прийти завтра, 17-го. А еще я заказала щипцы для завивки ресниц, стоили что-то там 169 рублей, потому что я все, я уже переживала. Сижу и смотрю в влоги Джастина Бибера. Мне просто интересно смотреть, что они делают. Конечно, что-то чуть-чуть понемаю. Дело в злости, потому что нет русских субтитров, и вот что меня бесит. Есть на русском! У нас кое-что из продуктов заканчивается. Я так волнуюсь, я надеюсь, что я правильно пропуски делаю. Я делаю на приложении StopCovid19, вот такое вот. Я, короче, просто переживаю, что вдруг я неправильно что-то делаю. Тут есть такая фигня, типа, зарегистрировать выход из дома, и ты, получается, должен заполнить причину. Ну, тут есть причины разные, типа, в магазин, в аптеку, выгул домашнего животного, уход за пожилым человеком. Интересно, длительная поездка это на дачу? Болтаю с дедушкой, вот, по связи. Дедуль, расскажи, что там в Грузии вообще? Ну, здесь вот, у нас, перед деревней закрыли, какая-то бабушка перешла границу с Турцией. Ага. Она там заразилась. Ага. Ну, а здесь у нас сам заразилась, здесь все друг друга знают. Она приехала в одну деревню, там, дома, там, заразила, там. Потом поехала, гости кому-то, еще туда-то. Там оттуда, оттуда передали. То есть, четыре деревни закрыли, вообще, никого туда не пускают. Ты что, полиции не хватает? Вот их из армии пригласили уже. И они эти деревни закрыли. Если ты там прописан, в этой деревне, пусть я. Но оттуда уже не выпустят. Они там, куда-то, по-моему, не пускают. Вот. Ну, это вот, что-то, вот, сделали дней на 15. Ага. Это там, сейчас и врачи, там, это, борются, это, все. Но у вас нет пропускной режима, вот, этот, а... Нет, у нас, вот, с 8 утра до 9 вечера. Можно. Только больше 5 человек не собираться. Если 5 человек стоит, разговаривает, расстояние по полтора метра должно быть. И расстояние нет, то, что находится. В машине ехаешь, можно с тобой двоих возить. Только с задним сидеть. Больше двух пассажиров не должно быть. Ребенку только одного. Если везешь. Ого, а если два ребенка в семье? Ну, черт, вы знаете, так они вот решились. Ну, понимаешь, у вас же чрезвычайная ситуация не объявлена. А у нас объявлена. Ну, знаешь, что такое чрезвычайная ситуация, это все государство заботится о людей, о бизнесе, обо всем. А у нас здесь, да, три месяца, квартплат платить не будет. А вот, налоги сняли. Типа, вообще платить не надо налоги? Да, да. А у нас просто отсрочка. Ну, не совсем-совсем, а пока финиш. Ну, понятно, но имеется в виду, что не надо, а у нас просто отсрочка. Как право не возьмешь, потому что у нас все закрыли. Да. Ни парикмахерские, ни ателье, там, ни чистка, ничего. Только продуктовый магазин. Так у нас же тоже так. Да, я знаю, тоже так же. Рынки закрыли тоже. Ну, попозже закрыли, правда. Сейчас вот на Пасху, перед Пасхой все объявили, что будут закрывать эти церкви. Да, да. Чтобы не было скоплений там. У нас тоже, кстати. Надо, может, идти с улицы там, около церкви, постоять, помолиться там. Вот это предложили так вот. Угу. Вот. Чтобы на кладбище не было, на скоплении тоже. Угу. Там арсамык будет закрыта. Да, да. Штрафуют, правда. Ну, значит, после девяти лет, когда видел. Угу. Штрафуют там, не вопрос. А так, вот, свободно ходишь в магазин, можешь поехать. Я могу в Батуми съездить. Угу. Угу. Ехать, я же в Батуми всегда в магазин езжу. Да. Потому что, как бы ли, я сам знаю, здесь возьмешь. Здесь и так покупателей нет. Здесь, или покупай, потому что стою все там. Ну, да. А в Батуми покупатель здесь просто большой там, 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 хоть и возьмешь по свежей там. Угу. Я затарился сейчас, вот, недели на две больше хватит. Молодец. Все затарился, так что. Водычки эти все взяли. Ну, хлебник, я ломостик там каждый раз. Угу. Молодец. У нас, понимаешь, больше 70 лет. Да. Нельзя выходить на улицу. Угу. Угу. А мне же больше. Угу. Ну, пока не останавливать. Угу. 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 А мне проезжают, я в маске. Угу. Угу. Ну, чё они там? Угу. 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 Такого же нет, жестоко, знаешь, конечно. Вот не поручают карантин действий с девяти до восьми утра. С двадцати одного до восьми утра. Нельзя выходить. Ну, выходят. Некоторые бывают так. Да. Не, а у нас, кстати, такого нет. Нам можно выходить позже, но просто пропуск теперь нужен. Ну, у нас-то пропуска не нужно ничего. Угу. Видишь? Да. Шиклый. Здесь глистерин, еще одно я забыл, как зовут. Все размешано. Ага. И брызгай еще одежду. Вот. Ну, это строительная маска. Ого. Да. Тоже брызгай его. Изнутри, изнаружи там одежды, кепочку. Угу. Еще, еще. Брюки. Попрызгай все. Нормально. Молодец. Привет, усики. Сейчас через пару минут к нам Маркус присоединится. Будем с ним болтать. Ха-ха-ха-ха-ха. Верни нам тоже маску. Ха-ха-ха-ха. Маркус. Как дела? Хорошо. Тебя как? А что с твоим лицом? Смотри смешные. Усики поставь нам. О, да. Ха-ха-ха-ха. Мы тоже тогда, видишь, будем смешными. Ха-ха-ха. Привет. О, класс. Юля очень красиво. Привет. Привет. Здорово, братишка. Как оно? Как жизнь? Расскажи, как ты во время, во время всей этой вот ситуации в Латвии, ты дома сидишь, да? Никуда не выходишь? Я не выходил, да. Так, когда сплетничать начнем? Ну подожди, дай мы с ним, мы с Маркусом не виделись, я не знаю сколько, полгода, год. Ну ладно. Я, я, я так с тобой не встретился в Латвии, в Риге, когда приезжал. Помнишь, были целый день и ночь вообще, ну без доступа ко всему? Короче, ребят, я просто в лютом шоке с того, какие же у меня прыщи. Мне прямо из-за этого безумно грустно, потому что я ничего с этим поделать не могу. Я знаю, что многие начнут писать, типа, откажись от молока, отказись от сладкого и все такое. Ах. Дело, я просто на 100% уверена, что дело не в молоке, не в сахаре и все такое, и меня это жутко бесит, потому что я не могу ничего с этим поделать. И моя надежда, единственное, на что я надеюсь, это на то, что Всевышний мне поможет, потому что у меня такие прыщи ужасные, их даже ну ничем не скроешь. А мне очень грустно из-за этого, я ненавижу смотреть на людей с прыщами. Вообще я могу на них смотреть, они не вызывают у меня там какого-то лютого отвращения. Если они хотя бы замазать, как-то это пытаются такое. Но когда я смотрю свои видео, вижу себя супер прыщаво, мне так грустно. Я понимаю, что эта тема такая тупая, достала всех, но мне даже маски никакие не помогают, конечно же, потому что это просто так, знаете, увлажнить кожу, немножко помочь ей, но не удалить, перечислить сам. Сижу, пью липтон, настраивала эффекты на Final Cut, поскольку кто смотрит мои логи, вы знаете то, что недавно я переустанавливала, это счастье слава. У меня все переустанавливал, весь комп, он у меня супер чистый, поэтому все мои сохраненные эффекты, конечно же, тоже удалились. И сейчас я вот сидела, пыталась настроить, вы сейчас видите видео, оно уже с каким-то эффектом. Я люблю эффекты вообще во всем, люблю эффекты. Только вот прыщи никак не убрать. Точнее, можно в After Effects сидеть миллион часов, пытаться точечно каждый прыщ убирать на каждой секунде, но это не для меня. Вот их только здесь, вот в этом месте, в моем доме не так сильно видно мои прыщи. Наверное, из-за света или я не знаю, из-за того, что я далеко. Ой, да мне надоело. Но я верю в то, что когда-нибудь они пройдут. Вот у нас с Кариной есть проблемы у обеих, только у нее проблемы с тем, что ну как бы там она худеет и все такое, да, но она идет к своей цели и она знает, как прийти к своей цели. А у меня проблема в том, что у меня прыщи и я не знаю, как избавиться от них. И очень часто, за что вам большое спасибо, мне советуют в комментариях на YouTube, как избавиться от прыщей, что мне нужно сделать, чем мне нужно мазать, что мне нужно пить, что мне нужно там еще что-то делать. Но понимаете, в чем проблема? Я не могу пробовать все подряд и просто смотреть и ждать, что-то изменится или нет. Мне нужно, чтобы... Я даже не знаю, кто меня посмотрел, но я просто знаю, что дерматологи вонючие, они мне не помогут, понимаете? И самая большая проблема в том, что я даже сейчас не могу к нему пойти, к этому дерматологу. В общем, ребята, рассказываю. Я только что снимала переодевашки, и я ужасно вспотела. Мне очень жарко. Еще я накрутила волосы. Как вы могли догадаться. Заходите ко мне в Instagram. Я уже наверняка выставила эту переодевашку. под песню «Селенная гомость». Про бойфренда. Потом зашел Слава, сказал, что за фигня. Ты хочешь себе нового парня? Так и скажи. Я не знаю, что она поется. В смысле, ты не знаешь? Я хочу бойку, но я хочу мальчика. Ты зачем под эту песню что-то снимаешь? Тебе что, нужен парень новый? Такое смешное. Я даже слова не знаю. Я не понимаю, что он поет. Чисто жеза моя. В общем, все. Раздеваюсь, потому что мне нужно переодеться. Я сейчас мечтаю лишь об одном. Смыть тонну макияжа, который на моем лице. И у меня очень часто спрашивают, на хрена я крашусь, если я никуда не иду. На хрена я крашусь на даче? Объясняю. Потому что я снимаю, фоткаюсь. И мне не хочется снимать себя с незакрашенными красными прыщами. Например. Представляете? Но проблема в том, что даже когда я использую тоналку, макияж, у меня все равно видно прыщи. Потому что там не просто след. Возможно, сейчас тоже видно мои прыщи. Я даже не знаю, куда мне выйти в окно, чтобы их не видно было в кадре. В общем, я расстроена. А еще я ужасно голодная. Поэтому сейчас я буду готовить курицу. Но сначала смой макияж, потому что я не могу вот это вот ощущение тонной косметики. Меня просто убивает. Поэтому на сегодня все, ребят. Я буду часто снимать видосы в Москве. И скоро мы поедем на дачу. Поэтому не ссыть. Единственное, что я безумно грущу и расстраиваюсь из-за своей кожи. Поэтому это меня как бы демотивирует снимать видосы. Потому что я грущу. И не хочется показываться такой на камере. В общем, вот. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, что у вас все good. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Пока.